Школьные годы чудесные. Последний звонок прозвенел для 176 11-классников и 334 9-классников на Рьенмара в эти выходные. В школах прошли торжественные линейки. Чем запомнился выпускникам этот праздник в нашем следующем материале. 11 лет всего лишь миг с точки зрения бесконечного. Учитель, школа и ученик – это понятие вечное. 11-классница Александра Леус посвятила свое стихотворение празднику последнего звонка. Это праздник с небольшой грустинкой. Выпускники прощаются с детством, но с оптимизмом смотрят в будущее. Подружки-одноклассницы Саша и Женя – будущие врачи. Это всего лишь следующий этап жизни. Начинается после выпуска. Уже определились, куда вы поступаете? В медицинский? Да, в медицинский. Город пока еще не знаем. Но тоже медицинский. Посмотрим, как сдадим экзамены. Выпускник Андрей Петров настроен по-боевому, наверное, потому что мечтает стать военным летчиком. Для него последний звонок – повод собраться перед предстоящими экзаменами. Военная академия военной авиации имени Серово. Ты переживаешь, волнуешься за экзамен? Нет. Почему? Спокоен, как всегда. Чего мне переживать? А вот родители Андрея с ностальгией вспоминают тот день, когда их сын первый раз переступил порог этой школы. Для меня это очень волнительно. Ребенок вырос, я это понимаю. Он переходит в новую взрослую жизнь, улетит из родного крыла. И это очень, с одной стороны, грустно, а с другой стороны, радостно, потому что он будет искать себя. Я очень надеюсь, что он себя найдет достойно. Вот он был первый звонок, когда мы его привели в эту школу. Вот он уже последний. Поэтому это же, с одной стороны, как будто какой-то праздник, потому что сын, да, действительно вырос, переходит в родную жизнь. А с другой стороны, и грустно, потому что он покинет нашу семью, поедет учиться. Школьный вальс в исполнении 11-ти классников. Педагоги тоже грустят. На их глазах из маленьких смешных девочек и мальчиков выросли совсем взрослые люди. Еще немного они сдадут экзамены, продолжат учебу в средних и высших профессиональных заведениях. Конечно, переживаем за то, что будет дальше с детьми. Хочется, чтобы они сдали хорошо экзамен, они поступили, они выучились и нашли хорошую достойную работу. И в жизни у них сложилось все отлично. Нам очень приятно, что вы смогли доучиться до звания выпускники школы. И особенно приятно, что мы причастны к вашим успехам. Не меньше выпускников сегодня волнуется директор школы Наталья Ануфриева. Ведь для нее выпуск из стены этой школы первый. Пожелаю в первую очередь хорошо сдать экзамен ЕГЭ. Самый первый для них в жизни серьезный экзамен. Удачи, счастья, здоровья, всего самого лучшего. Доброго пути и успешной сдачей выпускных экзаменов 11-ти классникам желали гости праздника. Вице-спикер окружного собрания депутат Максим Арбузов напутствовал их. Парламентарий пожелал успехов в достижении поставленной цели. Поблагодарил родителей и педагогов за трудолюбие, мудрость, безграничное терпение и достойное воспитание детей. Ребята, это и девчата. Наверное, первый серьезный экзамен в вашей жизни. Но он не смертельный, он не страшный. И таких экзаменов будет еще много. Напомню, в 2021 году в школах Ненинского автономного округа выпускается 208 учеников 11-х классов и более 400 учащихся 9-х классов. А в понедельник 31 мая выпускники 11-х классов этого года и прошлых лет приступили к сдаче единого государственного экзамена по различным предметам по литературе, географии и химии. Их сдавали 70 человек.